Добро пожаловать в Warface, братишка! Капитан Очевидность Добро пожаловать в Warface Классных боевых пропусков Мятеж это бред И никак иначе это назвать нельзя Начнем с самого главного, что, пожалуй, всегда беспокоило игроков Warface Подчеркиваю, игроков! А не людей, которым нравится на сайте отправлять куда-то оперативников Или придумывать себе какой-нибудь челлендж Хмммм... А почему бы, сука, мне сегодня не убить 15 человек минами на режиме Блиц? Или уж хули там? Ебану-ка я в прыжке с пистолета щитоносцем 50 хедшотов Вообще будет топово! Или пойду-ка на выживание и убью там 500 человек А пока не убью, не успокой Я говорю о обычных игроках У которых есть обычно свои предпочтения У большинства игроков свои предпочтения Одни никогда не ходят на выживание Вторые никогда не ходят вообще на ПВЕ, например А третьи игроки вообще не играют, например, Блиц или РМ Они зависают, допустим, на мясорубке или командном бою И разработчики, проснитесь Реальность именно такова Игроков, которые играют во всё, везде и всегда И при этом им нравится заниматься чем-то странным Их реально минимум А может таких вообще нет Народ, конечно же, бомбанул Всё-таки Гаргона, извините меня, и самураи Были, в принципе, хороши Играешь, качаешь Хочешь каких-то челленджей Хочешь дополнительных призов Выполняй задания там еженедельные всякие, ежедневные И получай дополнительные призы Да в чём проблема? Хочешь качать только играя в игру Хочешь дополнительных плюшек, что-то ещё задрочь Гениально! Просто! Великолепно! И теперь бац! Сука! На старые рельсы! На те же грабли! И что самое интересное, друзья Я с того момента, как купил вот этот мятеж Я уже 2 или 3 дня, короче, хорошенько так позадротил За моими плечами уже несколько десятков мясорубок Пару сыгранных РМов И даже, кстати, на свои любимые ПВЕ-сложки Я сбегал, побегал Как вы думаете, с того момента Сколько уровней боевого пропуска я прокачал? Ноль! Ни одного Подчёркиваю, ни одного Уровня я не прокачал Я прокачал только 8 звёзд из 10 Играя в то, что мне реально нравится И вот тут я должен наших локализаторов Нашу администрацию разочаровать Серьёзно разочаровать Потому что я не буду играть в то, что им хочется Это нормально Человек приходит в игру Вы понимаете, это для вас работа Это даже для меня Пусть работа, я делаю видео Но как игрок я не собираюсь работать в этой игре Понимаете? Я сюда не на работу пришёл Именно когда я просто геймплеем занимаюсь Не-не-не-не-не-не-не Ни в коем случае Когда я вечером После того, как сделаю видео И так далее Играю для себя Я не собираюсь выполнять никаких заданий Я пришёл в игру Я пришёл расслабиться Я включаю музыку, блюзик Вторые наушники для игры Я бегаю в мясорубку Ставлю мозголом И какие-то моменты, конечно же Для работы Альтую Это понятно Какие-то моменты Мозголомы, комбы и так далее Но Сидеть просто и работать в игре Для того, чтобы открыть звёзды Не, я спасибо Причём народ бомбит Наши разработчики отвечают Что мы поняли Мы вроде как с этим согласны Мы учтём это При следующих боевых пропусков И вот сейчас В этом боевом пропуске Мы как-то что-то Может подумаем Но понимаете в чём проблема? Ответ-то неубедительный То есть они не говорят Мы поняли, мы сделаем Они говорят Ну мы типа подумаем Как, что тут, какие механики Разработчики Я вас очень прошу Просто Ну вот Цените то, что у вас сейчас есть Точнее то, что осталось От онлайна Ну серьёзно Потому что извините меня Но Если так дальше пойдёт Без шуток Это не какое-то там Сгущение красок Я говорю, как это вижу Ну, 21 год Это будет вот последний год Когда в Warface будет вежух Я не буду говорить Что Warface умрёт Нет, он не умрёт Он как Crossfire Point Black Там ещё лет 10 будет существовать Но реально В 21 году Разработчики Просто посмотрите Правде в глаза В 21 году Если что-то вы не начнёте Действительно активно делать Менять лучшую сторону Делать так, как у других Будем прямо говорить Зашёл боевой пропуск Играешь, что хочешь Где хочешь Всё качается Всё нормально Всё доступно Всё для игроков Если вы не будете так делать То в конечном итоге В 21 году здесь не останется Ни киберкатлет ваших любимых Ни ютуберов здесь не останется Ну, потому что людям Нечего уже будет ловить Вы же сами понимаете И игроков большинство не останется Всё, проект будет такой Ну, типа есть такой онлайн шутер Да, мы знаем Типа Crossfire там Кто-то бегает Кто-то играет Всё Это будет такой местечковый Обычный онлайн шутан Фри-то-плей Всё, он ничем не будет Отличаться от Crossfire Поинбланка Или тысяч этих сотен Бесплатных шутеров В стиме Это я серьёзно Без всяких шуток То же самое Дальше идём Мало того, что анальная прокачка Уже играть не хочется И покупать этот боевой пропуск Так ещё призы Призы вообще какие-то Это просто, сука Это смесь бульдога с носорогом В 2020 году Скоро уже 2021 За прокачку уровня Ты получаешь Какой-нибудь Камуфляж На того Стар 21 Либо его там навсегда Либо какой-нибудь Сикс 12 Не, так извините меня Я Сикс 12 очень любил Но это было в 2015 году В 2014 Но Просто нагибать Сиксом В 2020 Это значит В большинстве случаев Нагибать самого себя И хоть здесь Наши разработчики Услышали игроков Они сказали Что за максимальный уровень Мы подумаем Мы скорее всего Сделаем так Чтобы игрок получал Там тысячу карточек И мог сам собрать Что-нибудь Соответственно Какое-то оружие Которое он хочет в сборке Это будет типа Как бы Это наш компромисс Который мы скорее всего пойдём Хоть за это спасибо Потому что ну Качать весь этот боевой пропуск Страдать этими Анальными заданиями И на сотом уровне Получить ДВЛ При условии Например Что ты играешь Медиком постоянно только Это офигенно Это просто то О чём люди мечтают Да чё это у вас У всех так жопа горит Зажрались блин Раньше были Какие боевые пропуски И всех всё устраивало Кэп Я понимаю Что раньше люди Играли во всякие Другие боевые пропуски Какие зимние охоты И так далее Но проблема Варфейса Вот в нашей администрации Они вот не видят То что у них Перед глазами Вот так находятся Разработчики Администрация Вы не видите Время идёт Время меняется Был 2014 15 16 даже год И реально Люди бомбили Люди там плевались Люди оставались Да потому что Не было никаких Вообще других вариантов Либо ты играешь Варфейс Где движуха есть Либо ты играешь Контерстрайк Всё Никаких других вариантов нет Кто-то играет В Call of Duty Или Battlefield Но эти серии игры У нас традиционно Не шибко популярны были То есть в основном Либо колда Либо варфейс Контра Ну в общем вы поняли Короче Выбор минимален После того как Хайпанули королевские битвы В начале некоторые люди О мне этот жанр не нравится Туда-сюда Когда пап был Потом форточка появилась Опа Чё-то сразу многим понравилось Потом бац Апекс появился Вжж Сейчас заходишь Любую ТСку Клана какого Даже киберкотлетного клана Заходишь У них комната есть Апекс Ледженс Отдельно люди сидят И играют после варфейса Или даже Они уже не играют в варфейс Они сидят В варфейсовских кланах В ТСках есть Апекс Ледженс комната Всё То есть Блин Сейчас не те времена Потом этот варзун вышел А вы поймите пожалуйста родные Что 21 год Он будет ещё хуже В плане конкуренции Потому что 21 году Вы сами знаете Какая игра выйдет От ваших бывших коллег Она выйдет Она выйдет И она пипец Как похожа на варфейс Это один в один Там и ПВЕ будет Там и ПВП будет Там и рейтинги будут Там Насколько я знаю Будет огромный Единый европейский сервер Откуда будут игроки И с Россией играть Причём амазоновский сервер Амазоновский Это сервер Который по тестам Выдаёт из любой точки мира Чуть ли ты не из Китая Можешь на Европе играть И у тебя максимум Пинг 50 Представляете себе Какая конкуренция будет Это же жопа А вы не можете Блин нормальный боевой пропуск Сделать с нормальными призами Ну это бред ребята Ну вот Вы же Вот понимаете Вы же шли этим путём Самураи были нормальными Честно говорю Как игрок И как ютубер Как всё вместе Они были хорошими Гаргона была вполне нормальная Ну пойдёт Ничего так нормально Можно играть Блин Ну боевой пропуск Как боевой пропуск Человек с любой другой игры Там ему надоело Он пришёл в Warface попробовать О боевой пропуск О качается О всё ништяк А если сегодня человек С другой игры пойдёт В Warface попробовать Он такой купит Боевой пропуск Там базовый Или даже премиум Поиграет день Зайдёт в этот боевой пропуск Вот так посмотрит Скажет Нахуй надо И всё И это правда Ебать у тебя пригорело Я такого давно не видел Ну конечно пригорело А почему мне не должно гореть Я наконец-то вижу Что как бы Моя работа не напрасная Что этот проект Он будет жить Я в нём буду работать Извини меня Деньги в том числе Зарабатывать А то я смотрю Как же Ооо Шу Здравствуйте В Warface где Это плохо Это плохо Это херова сука Я же Мы же все время свое убиваем Понимаешь Мы же ютуберы тоже Как эти киберкотлеты те же Пацаны сидят сутками задрот А там сука Уже геморрой лезет вовсю Они сидят Бля У второго там простатит Короче там У него с конца капает Он короче Весь такой там Мучается сука Я должен стать там Бля Топ 1 Команду войти Туда сюда Продвигаться А он потом так Онлайн Как бы призовые Короче И все сочно Понимаешь да Так и у нас Это же Большой труд на самом деле И как бы Очень обидно Если честно Да Потому что ты трудишься Ты трудишься Ты трудишься Ты трудишься А в итоге хуяк Короче То есть что-то как бы Оно как-то вот падает А у наших двух Главных сейчас Самых популярных ютуберов Ну что-то как-то вот Ну по просмотрам еще Пока что ничего Хотя раньше было больше У главного нашего ютубера А вот по подписчикам Ребята Ну это вообще грустно Потому что На меня в 2017-2016 году Больше подписывались Чем на них сейчас А я был где-то там По популярности Мести на 4-5 В те годы А они под Самых два топовых ютубера Сегодня И блин Это вообще как бы Это фиаско братан Но это еще не все У нас же еще этот Доступ к ТП Как бы То есть ты все Ты этот хлам Который тут Ненужные скины Там блин На Товорк Тар 21 Ты вот это Ты не можешь это продать Потому что это как бы Не отправляется на торговую площадку Дебели карусели Весело живем сука Ну ладно Торговая площадка Пока спишем на то Что это технические Какие-то неполадки И так далее Но Сам этот мятеж Да хрен с ним Даже с призами Ну они бредов Ну блин Что-то по нормальному Скины лучше Не на Товорк Тар даже там Дайте на какой-нибудь Сап 6 блин Скины На Сашу Грей На VHS 2 Ну хотя бы на легендарку Но Разработчики Ну кому сейчас нужен Товорк Тар Ну серьезно Ну просто Ну думайте своей головой Кто это придумывает Все эти призы Кому не нужны Випка на один день Да блин И на лутдоге Можно купить за копейки Хотя бы супер випку Дали бы Это было бы нормально В общем честно скажу Мятежом вы очень сильно Разочаровали Реально Ну название соответствует В арфейсе сейчас Мятеж поднимается Из-за этого боевого пропуска Вот хорошее название Как бы Я не знаю Что вы будете делать Ну как бы Это вот очередные грабли Это компетальные грабли Вы прямо сука В капкан наступили Вы сами себе Вот игре вырываете могилу Зачем Игра-то хорошая Она внешне достойна Вполне нормально Смотрится сейчас Ну сравнить С огромным количеством Шутеров в стиме Да там вообще говно Наша игра нормально смотрится Ее улучшает графически И так далее Ну блин Она достойна большего Это вообще Вот эти неумные решения Вообще никуда Зачем Чтобы люди Им было сложно Чтобы они покупали уровни Чтобы дополнительно бабла Срубить Ну это блин Это сиюминутные деньги А в перспективе Заработать можно Намного больше на проект И больше игроков привлечь И все будут счастливы Всем будет хорошо Все будут сотрудничать Все будет замечательно Но если делать дальше Вот так Аля мятеж То я думаю Действительно Двадцать первый год Будет как минимум Непростым Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok